Мусорный коллапс Кто и когда в Омске разберется со свалками? Памятник истории Эти дома построены, как мы уточнили, в 1913 году уже для служащих управления Омской железной дороги Зачем в городе сносят дом царских времен? Животные и литература Она же когда-то просто была сначала юнатом, потом она работала в зоопарке, а потом она впервые написала книжку Чье имя получила Омская библиотека? А также сколько еще маршруток собираются отменить и что посмотреть в кино? В городском департаменте транспорта набрали небывалую скорость по отмене маршруток Сегодня стало известно, что уже с 1 марта с дорог исчезнут почти 400 машин А все потому, что перевозчики не заменили малогабаритные маршрутки вместимостью до 15 человек На более крупные автобусы, вот дептранс и расторг договоры Обещают, что пустовать улицы не будут, а мячи в очереди выстраиваться тоже не станут На маршруты определят новых перевозчиков, которые выполнят требования департамента транспорта Напомню, с начала этого года уже отменили 27 частных маршрутов В Омске сегодня опустили детские сады и школы В дошкольных и образовательных учреждениях города и области ввели карантин На этой неделе резко выросло число заболевших вирусами гриппа и ОРВИ Эпидпорог превышен более чем на 40% Дата окончания карантина в детских садах и школах пока неизвестна Но полностью прекращать процесс обучения не намерены Домашние задания школьники будут получать по электронной почте Сегодня депутаты законодательного собрания отказались вернуть сельским учителям льготы В декабре их лишили 100% компенсации по оплате ЖКХ И заменили ее выплатой в размере 2300 рублей Однако если те, кто топит углем и дровами почти ничего не потеряли То остальные, живущие в домах с центральным отоплением Теперь платят за коммуналку больше, чем составляет размер выплаты С предложением вернуть льготы выступил депутат Совета Черлакского района Александр Аносов Однако 27 депутатов из 42, в основном представители фракции Единая Россия Предпочли не голосовать по данному вопросу Таким образом, предложение не прошло А вот для горожан парламентарии решили вопрос с фондом капитального ремонта Его обязали готовить квитанции для тех собственников, чьи дома обслуживают управляющие компании Для которых открыт специальный счет Люди вроде бы формируют деньги на спецсчете Но в то же время не отслеживают документы и некому печатать эти сами платежки Ну, мы, так скажем, устранили эту неприятность Депутаты также включили в перечень работ по капитальному ремонту Выгребные ямы, аранья и мусоропроводы Вот со свалками Омск разберется в год экологии 2017-й официально объявлен таковым в России Сейчас на территории региона больше тысячи незаконных свалок Огромные кучи мусора копились и плодились годами А все потому, что нет организованной сортировки мусора Теперь же будет Появились законодательные рычаги Теперь за каждым городом будет закреплен региональный оператор По обращению с отходами Уже идет конкурс Как Омск готовится к изменениям Журналистам сегодня рассказали на пресс-конференции Мусорка для батареек В зале пресс-центра она появилась пару лет назад Ведь журналисты знают Батарейкам не место среди обычных бытовых отходов Опасно По всем правилам аккумуляторы утилизируют общественники Так, на своем примере, организация Дениса Рущенко Пытается приучить омичей сортировать мусор По их инициативе в городе появляются специальные контейнеры Однако не все люди готовы заморочиться И одними призывами про экологию Не изменить вековые привычки В 90-х никто даже мусорными пакетами не пользовался Как я начал сортировать отходы Вообще, как я к этому пришел Я длительное время прожил в Европе Просто это необходимо было делать Потому что я бы платил 80 евро за вывоз мусора А когда я сортирую отходы, я плачу там 18 То есть финансовая мотивация, она всегда влияет, влияет очень хорошо Введение новой системы платежей за вывоз мусора в России Отложили до 2019 года, что к лучшему В Омске пока не определились Платить с квадратного метра или с человека, или с целого дома Еще предстоит ликвидировать мусоропроводы И найти землю под сортировочные контейнеры Они займут больше места Но новая строчка все же появится в квитанциях через год В тарифе будут расходы на создание цивилизованных полигонов Должен у нас в области и во всех регионах страны Появиться такая организация, как региональный оператор обращения с отходами То есть это будет такой центр, организационный центр Который будет всю проводить договорную работу Будет накапливать финансы Для него будет утвержден тариф Каждый человек будет со следующего года уже, видимо Платить каждое домохозяйство отдельно за мусор Разбирать мусор будут на полигонах Рассказал замминистра экологии В Омске работают три Ленинский, Кировский и в Надеждено Планируют создать семь межмуниципальных Пять муниципальных полигонов И 24 станции по мусоросортировке Собственно проблема с твердыми бытовыми отходами Самая глобальная С промышленными ситуация наладилась Все атмосферные выбросы крупных предприятий А это нефтезавод, ТЭЦ-5 и техуглерод В пределах и даже ниже нормы По сути говоря, в реальности У нас сейчас последние 2-3 года Низкий уровень загрязнения По индексу загрязнения Ну и показатели, которые фигурируют Опять прошу обратить внимание Скажите, что не мои цифры Да, это данные гидрометеослужбы Загазованность города – миф, считают чиновники По факту стало больше машин Но и качество топлива улучшилось в разы Так что главная задача в год экологии Приучить людей не мусорить Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна-7 В Омске сносят исторический памятник Дом царских времен Об этом в Антенну-7 сообщили Общественники, знакомые с историей Городской жилищной застройки Алла Аксенова разбиралась в теме Дом 105 на улице Пушкина Сегодня он пустует Последние жильцы съехали отсюда В прошлом году Люди расселили из-за ветхости здания Городская власть признала его аварийным И в начале этой недели Рабочие приступили к сносу Выбрасывали доску за доской И очень быстро в доме не стало крыши Увидев, что строение разбирают Общественники схватились за сердце Это первые в Омске Многоквартирные жилые дома До этого В принципе не было Такого типа Жилья Люди жили либо в особняках Либо были Доходные дома, частные В которых домовладельцы Сдавали комнаты А эти дома построены Как мы уточнили В 1913 году Уже для служащих управления Омской железной дороги Таких как Пушкина 105 Еще три дома Все они располагаются рядом И составляют единый квартал В других домах кипит жизнь А сносят только 105-й Не понимает логику Заместитель председателя Омского общества защиты памятников Игорь Коновалов Дома одинаковые На основании чего вдруг решили Что он аварийный Он полностью благоустроенный На каменном фундаменте Рубленный дом В хорошем состоянии Техническое состояние Бесспорно удовлетворительно То есть я инженер-строитель Единственное Может он был запущен И нуждался в ремонте В департаменте городского хозяйства Сообщают, что основания для сноса были А про исторический статус Ничего не знают А его и нет Общество охраны памятников Планировали добиться его В январе-феврале Так как думали Что сносить дом будут в марте В результате просчитались А в Министерстве культуры Уже давно знают Что 105-й дом на Пушкина Исторически ценный Но в 2009 году Внести его в реестр Охраняемых объектов Не получилось По действующему на тот момент законодательству Мы этот вопрос должны были вынести На рассмотрение нашего экспертного совета Который существовал при Министерстве культуры Мы этот вопрос выносили И экспертный совет посчитал нецелесообразным Включать в список выявленных объектов Культурного наследия данные объекты В начале этой недели Общество охраны памятников Снова кинулось в региональный Минкуль Только теперь попросили Присвоить статус памятника Всему жилому ансамблю из четырех домов Совет будет рассматривать предложения В течение месяца В новом составе Никит Шалмин Председатель общества охраны памятников Он утверждает, что шансы признать Дома ценными высок Это модерн Значит, ну, это архитектор, как я сказал, Шухман Известный архитектор Деревянный модерн Причем, ну, такой строгий Вот, не вычурный Достаточно строгий Вот То есть, в принципе С архитектурной точки зрения С точки зрения исторической И ансамблевой Ансамблевость такая Да, все эти здания вместе Они представляют интерес И сегодня на объекте Строительные работы прекратились Мэрия приостановила Снос дореволюционного дома До решения комиссии Алла Аксенова, Андрей Кузьмин Антонасин К слову, куда внимательнее К памятникам архитектуры Относятся в Томске и в Иркутске В центре этих городов По максимуму сохранена деревянная застройка При этом дома не просто занимают территорию Они используются и даже приносят доход Как эту практику применить в нашем городе Местные депутаты будут обсуждать В городсовете уже в середине февраля Омская библиотека получила имя Веры Чаплиной Детской писательнице Жизнь и творчество которой Были связаны с московским зоопарком Вера Чаплина Автор знакомых многим с детства Книг о животных Из ее произведений многое можно узнать О природе, что актуально в год экологии Сотрудники библиотеки На московке уже подготовили проект Посвященный писательнице Тем более, что ее родственники Передали в фонд уникальную коллекцию Из личного архива В этой книге прошла почти вся Самая счастливая пора моей жизни Я буду очень рада, если эта книга тебе понравится Обращение Веры Чаплиной Читателям всей страны Лучший подарок книга Особенно, когда она из домашней библиотеки писательницы Сборник питомцев зоопарка в Омск Передала внучка Веры Чаплиной Марина Агафонова Последние годы тоже бум Как бы сказать Веры Чаплиной Потому что буквально в каждую Престоматию Неклассного чтения Включаются ее рассказы Каждый сборник рассказов о животных Вера Чаплина пишет Доступность, большой любовью к животным А любовь к животным Это одно из проявлений человечности И вот ее книги Они постоянно вызывают И добрые чувства в детях Добрые чувства во взрослых В книгу питомца зоопарка Вошли знаменитые первые рассказы Лоська, аргои и кинули Последнее произведение о львице Кинули ее кличка От животного отказалась мать И львенок мог просто погибнуть Если бы Вера Чаплина не взяла его к себе домой В комнату коммунальной квартиры Мы всем деткам будем рассказывать Про Веру Чаплину Как она пришла к этому Потому что она же много лет была Заведующей молодняка Или как это Площадки молодняка В московском зоопарке Она же не родилась писательницей Она же когда-то просто была Сначала в юнатам Потом она работала в зоопарке А потом она впервые написала книжку И впервые взяла львенка домой на воспитание Другие персонажи книг Веры Чаплины Списаны с ее питомцев в московском зоопарке Поэтому истории такие понятные и интересные Вера Чаплина писатель детства Не Леши Лапина и даже не его мамы Но мальчик все равно любит эти книжки про животных И не за яркие картинки Потому что узнаешь что-то про них Что они делают Как они живут Кроме книг В Ломскую библиотеку переданы личные вещи автора Например, ее печатная машинка Также на выставке можно увидеть оригиналы иллюстрации Сделанные художниками к столетию московского зоопарка Они создали цикл рисунков Но Вера Васильевна, поскольку она очень много лет работала в этом зоопарке Она решила каждый рисунок снабдить своим рассказом Коротким рассказом конкретно о этих питомцах Которые нарисованы и собраны в этот альбом Книги Веры Чаплиной переведены на 38 языков В Омске представлены экземпляры на французском, испанском, португальском Читать их в оригинале вряд ли кто-то из детей будет А вот для образовательных целей такой наглядный пример подойдет В библиотеке имени Чаплиной будут проводить экскурсии Рассказывать о писательнице Благодаря ее родственникам материала для проекта «Умичей хватит» Событию предшествовала многолетняя дружба с потомками С семьей Веры Васильевны Они проживают в Москве И все завязалось на виртуальной площадке Наше первое знакомство И потом было открыто в городе у нас на базе библиотеки имени Пушкина детской Музей детской книги Они подарили коллекцию книг Веры Васильевны в музей Тогда 34 книги 50-х, 40-х годов Очень ценная коллекция в первом музее Потом Максим Юрьевич Тавьев издал книгу автобиографическую По Вере Васильевне И Омск стал тоже одним из первых Который получил эту книгу Очень ограниченный тираж Больше всего в жизни Вера Чаплина любила животных и книги Поэтому на презентации сегодня литературоведы, экологи и кинологи Вместе со своими мохнатыми питомцами Светлана Урванцев, Александр Филиппов, Антенны 7 А в кинотеатрах сегодня свои последние работы Представляют Мартин Скорсезе и Федор Бондарчук Об исторической драме и фантастическом боевике Расскажем в нашем еженедельном кинообзоре В небе над Москвой сбит неопознанный объект Вероятнее всего он имеет внеземное происхождение Выпуски новостей пестрят разрушительными кадрами Большая часть личного Чертанова оцеплена К месту крушения стягиваются представители силовых структур И решается вопрос об эвакуации местных жителей А представители Минобороны пытаются вступить в контакт С так называемыми гостями Мы ни на кого не нападали Это наша земля! Это наша земля! Новый фантастический фильм Федора Бондарчука Еще до выхода на экраны Стал одним из самых обсуждаемых отечественных фильмов После Викинга, разумеется Есть ли шансы у российских фильмов Идти вровень с голливудскими блокбастерами Решат зрители своим рублем И сказал Господь им Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие всей твари Мартин Скорсезе обращается к истории В 17 веке два священника-изуита Подвергаются насилию и преследованиям Во время странствия по Японии Куда они приехали, чтобы найти своего наставника И распространять христианское Евангелие Молчание снято под наименному роману А работу над сценарием Скорсезе начинал еще в 90-е Но вкладывать деньги в проект Тогда спонсоры отказались Всему свое время И к рекламной информации Впервые в Омске грандиозное шоу Цирк на воде Зрители перенесут в страну грез Где волшебство не знает границ Грациозные русалки, нимфы, эльфы Волшебные персонажи повсюду На земле, в воздухе и даже в воде К представлению манеж Омского цирка Уже переоборудовали в бассейн Объем 140 тонн Монтаж занял 3 дня Сегодня прогон У нас цирковая программа без объявления И она идет шоу Одно действие вытекает из другого Разнопланово Одновременно может работать артистка в воздухе Тут же будет работать балет Еще и балет в воде Каждый номер в программе уникален Красочный балл маскарад Попугаев Ара Завораживающая борьба человека с крокодилом И даже шимпанзе-дайвер Все из головы в принципе Потому что никто не работает с шимпанзе Ну вообще с обезьянами на воде Паразит зрителей и шоу фонтанов Вода поднимется в высоту на 80 метров А из-под купола будет литься водопад Премьера грандиозного шоу 28 января Не пропустите Определился соперник Александр Шлеменко В российском бойцовском турнире М1 3 марта в Москве В спортивном комплексе Олимпийский омский боец Сразится со спортсменом из США Полом Брэдли Американский боец Старше Шлеменко Ему 33 года В своей карьере он выступал Во всех ведущих топ-турнирах Strikeforce, UFC, Bellator и World Series of Fighting Одержался 24 победы Из них 8 нокаутами 7 раз проиграл Брэдли отличает огромная физическая сила Потрясающая стойкость Умение вести бой одинаково успешно И в стойке, и в партере Сегодня это самый сильный соперник Среди спортсменов среднего веса Свободных от контрактов С крупными бойцовскими организациями Натиск на старте И пропущенная контратака Хоккеистам Авангарда Пришлось отыгрываться в гостевом матче С Тольяттинской Ладой И на 12-й минуте Форвард Волжан Василий Стрельцов Выкатился один на один С Олегом Шилиным И открыл счет в матче А мяча ответили серией атак В начале второго периода Николай Лемтюгов сравнял счет Буквально через пару минут Тольяттинцам вновь удалось выйти вперед Под занавес второй 20-ти минутки Лада получила численное преимущество Наши хоккеисты пропустили в меньшинстве Спасти игру в третьем периоде Ястребам не удалось Авангард уступил 1-3 Следующий матч наша команда сыграет уже в пятницу В Нижнекамске Ястребы сразятся с нефтехимиком Баскетболистки нефтяника мощно стартовали В повторном поединке с московским клубом МБА-2 В четвертой минуте матча мячки вели 10-2 Исход игры знает мой коллега Владимир Истомин Наши баскетболистки убыстрили по штрафной соперниц Стремительно комбинировали, опережали московских баскетболисток Забивали из разных позиций Ксения Чинаева из-под кольца Виктория Ядамаха со средней дистанции И Яна Паневина трижды поразила кольцо соперниц из-за дуги К середине второй четверти наши девушки увеличили отрыв до 13 очков 34-21 Мы на самом деле чуть нападение изменили Разобрали в наших комбинациях небольшие нюансы И нашли свободного игрока Сыграть весь матч на одном дыхании сложно Под занавес второй четверти главный тренер нашей команды Елена Лазуткина начала проводить короткие замены Игра выровнялась Московские баскетболистки стали лучше защищаться Наладили игру в пас в атаке В начале третьей четверти добавили жесткости в единоборствах Пошла борьба за каждый мяч Наши девушки не уступили Цепко действовали в защите Продолжали вести с перевесом в 13 очков Сегодня мы гораздо лучше сыграли в защите И сегодня баскетбол был быстрее Благодаря этому мы убежали и защитились Московские баскетболистки наседали Быстро разыгрывали мяч на периметре штрафной Начали забивать из-под кольца В середине заключительного периода Разрыв в счете сократился до 8 очков Пару минут обе команды не пропускали в защите У нас было два вида защиты Которую нам сказал тренер Мы постоянно пытались менять ее Чтобы игроки другой команды не подстраивались под нее Решающие пять минут матча Столичные баскетболистки пошли на штурм Забили в быстрой атаке Наша команда ответила Ксения Чинаева забила очень важный мяч Герой заключительных минут игры Виктория Ядомаха Форвард нашей команды дважды поразило кольцо соперниц Бросками с разворота Нефтяник победил 61-55 Они стояли в зоне защиты Мы просто находили слабые места Я уверенно бросала И за счет этого попадала все мячи И я была уверена, что я забью все, что бросала И за счет этого забрала Два следующих матча чемпионата Баскетболистки Нефтяника проведут на выезде 7 и 8 февраля в Самаре Наши девушки сразятся с политехом Владимир Истомин, Виталий Двораковский Антенна 7 За новостями следите также на нашем сайте Я в официальных группах ВКонтакте и Фейсбуке На сегодня это все, увидимся Где заказать лекарь? Мам, в аптека Ру Аптека Ру Всегда удобный заказ медикаментов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин